Не секрет, что в этом году достаточно пожароопасный год был. Много пожаров было именно в эквотрокском. То есть на Таллинской, я смотрю, в этой статистике мало присутствует. То ли там лучше налажено реагирование добровольной дружины и местной пожарной дружины. Но вот много именно случаев по эквотрокскому, что местные пожарные машины, которые находятся неизвестно где, то есть они не успевали, либо не готовы добровольной дружины. Тоже не были готовы. То есть сейчас я так расстрадаю. На каком балансе, на чем стоят эти машины, в чем они обслуживаются и в каком состоянии пожарные безопасности в селах? Ну, к сожалению, пожары в селах происходят. И один из проблемных вопросов, в том числе и по Натальскому муниципальному образованию, поселок Горачи, был буквально две недели назад. Вы тоже, наверное, этому свидетели. Половина дома сгорела просто из-за короткого замыкания. Муж и жена, обоим по 70 лет, успели выскочить, можно сказать, в сорочках. Я благодарен еще раз руководству атомной станции, о том, что и Натальскому муниципальному образованию, и мы здесь объединились с тем, чтобы, первое, помочь людям собрать необходимые средства, а не материальные средства были собраны, найти квартиру. Сейчас ее полностью благоустраивает. И мы купили котлы газовые, оборудование. И надеюсь, что жители смогут, надеюсь, перед Новым годом уже даже быть в том жилье, которое мы им предоставим. Да, это не жилье личное их, но тем не менее. Это я к тому, что о пожарах говорить очень надо аккуратно. В селах они происходят, и зимой они происходят очень часто. А если говорить о Бекватрокском муниципальном образовании, ну, протяженность Бекватрокского муниципального образования, она намного больше. Теперь то, что касаемо пожарных объединений, да, наверное, надо признать, что в Натальскому муниципальному образованию с силу компактности и правильной правовой организации, с общественной, в том числе, организацией, пожарная, как-то у них пожарная дружина, общественная организация, у них правильно, это в юридическом плане это организовано. Бекватрокское муниципальное образование, это сделано не совсем корректно, прокуратура сделала представление, и сейчас все это приводится в соответствующее состояние. Конечно же, то депо, которое там, 49-е, оно считается, которое было открыто буквально там два года назад, его мало, и мы планируем еще сорганизовать одно пожарное депо по Бекватрокскому муниципальному образованию. В идеале, в идеале их должно быть как минимум в центре, в каждом направлении, то бишь в Ешовском направлении должно быть где-то в центре одно пожарное депо, в сторону Марковского района, это в районе, сейчас она сорганизована в Маянге, мы его будем на следующий год тоже стараться обновить, и в сторону Пугачевского района, это или кормежка, вот сейчас смотрим, кормежка или сухой отрок, где-то в этом направлении все-таки реализовать. Есть определенные, ну так сказать, неточности правового характера по организации пожарной службы, Бекватрокскому муниципальному образованию, мы эти замечания, представления прокуратуры, стороны прокуратуры приняли, исправляем вместе с Бекватрокскому муниципальному образованию. Продолжение следует...